Выходишь и как бы на первых порах общения с публикой, понимаешь, что там за народ сидит. Ну, если сидит публика, там, не знаю, ну какая-нибудь вечеринка. Я говорю, ой, господи, дай бог памяти. Как это называется-то? Подскажите, у мужиков в штанах-то, в трусах, ну, кто там говорит, писька, понимаю, так, публика консервативная, писька, так пусть будет писька, не слово, а матом. А кто-то кричит сразу, хуй, как называется, ты понимаешь, ага, ужас какой, что вы такой материтесь-то, я даже себе такого не позволяю. Ну, естественно, потом они, я понимаю, что можно позволять все. На самом деле, в Зазу Наполе такой сгусток в одном флаконе все женщины мира. И хамки, и простушки, и вульгарность, все. Все эти женщины умещаются в одном гастрольном чемодане Владима Казанцева. Десять сценических платьев, две большие косметички, чтобы за час времени превратиться из Владима Казанцева в Зазу Наполе. Эпатажную травести звезду. Черные тени, побольше румян, накладные ресницы и красная помада. Профессиональному макияжу его еще в Восточно-Сибирском институте культуры научили. Актер театра и кино Казанцев на подмостках местного театра «Улан-Удэ» два года играл Гамлета. Параллельно подрабатывал шитьем сценических костюмов для коллег-актеров. В 25 эти предлагаемые обстоятельства для Владима оказались слишком скучными. За непредвиденными он отправился в Москву. Там-то и нашел себе новое применение. Вообще этим начал заниматься из корыстных побуждений. Когда ты работаешь в театре, и когда ты получаешь в месяц 3 тысячи рублей, и потом случайно попадаешь в мир травести и понимаешь, что за эти 3 тысячи рублей можешь заработать за 30 минут, думаешь, нафиг она тебе эта большая сцена. То, что Владимир Казанцев разрешит за Занаполе делать, то она и будет делать. Рабыня одного человека. Ну, кто еще мне купит красивое платье, дорогое буа из страусиновых деревьев, понимаете? Захочется новые сережки, пожалуйста, тебе. Новую помаду, все к твоим ногам. Поэтому, когда ты понимаешь, что тебе ни в чем не отказывают, тебе нужно пользоваться. Поэтому я считаю, что все артисты, они проститутки, а? Потому что работают за деньги. Я езжала домой, на п***е рнах. За 10 лет в шоу-бизнесе Заза Наполя стала одной из самых востребованных в травести артистах. В клипах, телесериалах, скандальных шоу на телевидении продвигает образ эпатажной женщины без комплексов. В любую минуту готова обнажить свою накладную грудь. В клипе группы Hi-Fi Наполя сыграла роль в травести соблазнительнице, которая одновременно крутит два романа. Солистом группы Митти Фэминэм и с бэк-вокалисткой Таней. Вы знаете, самый лучший пиар – это когда про тебя говорят «плохо». Представляете, там заголовок на газете. «Заза Наполик решила на лопть член». Все же, сенсация. Вот это вот интересно. Поэтому чем больше гамнище, тем лучше. Когда мне вручали серебряную калошу, у меня сиськи мои будут, и я платье вот так приклеивала к соскам, чтобы вот так не было сиськи. Перед тем, как выйти на сцену, я это убрала, потому что я знала, что мне нужно выйти на сцену, делать это плечом, и чтобы сиська открылась. Я сказала, ой, господи, так неудобно получилось. Как бы, ой, ой. Долго извинялась, но все делаешь специально. Когда у меня мама первый раз увидела по телевизору, у нее была истерика, она мне звонила, я говорила, что ты сделал, зачем? Я понимаю, как бы это, для тебя это работа, ну, сиськи-то зачем было пришивать? У тебя вот так открылась, там кичка женская. Я говорю, мама, ну это все не настоящее. Едь к тете Ане, ее сестра родная живет в Москве, едь в текстильщике, к тете Ане покажешь, пусть она мне перезвонит, скажет, что у тебя ничего нет. Я говорю, вы понимаете, я не возбуждаюсь, у меня член не стоит, когда я надеваю женское платье. Для меня это работа. Я нахожусь на открытии недели высокой моды от Преда Порте. Как я слышала по слухам, правда, я не знаю, обоснованы мои слухи или нет, что от Кутюр шьется в единственном экземпляре, а Преда Порте ставится на поток и понеслась душа в рай. И потом на любом рынке, на любом магазине можно купить модели Елены Супрун, да? Да. У самого Казанцева производство нарядов от Кутюр. Помимо того, что он в Зазу Наполи с ног до головы обшивает, к нему все звезды шоу-бизнеса приезжают за эксклюзивными костюмами. Борис Моисеев за притальным пиджаком, расшитым кристаллами Сваровски. Ева Польная из группы «Гости из будущего» за платьем Балахоном в духе Пугачевой. Он даже для артистов с нестандартными габаритами сексуальные фасоны придумывает. Для официальных приемов – эпатажное решение. Вот это платье одевается на голую грудь. Видите, оно все прозрачное. Люблю эпатировать голым телом, большой сиськой. Что это у меня? Не дошито. Ужас. Представляете, как я выступал? Цыгул. Они-то приезжают в вечер, она говорит, у меня завтра вечером презентация нового клипа, я хотела платье себе шить, а и забыла про это. Ты не мне его можешь выручить до завтра? Я говорю, ну не знаю, какой фасон тканина. У меня ни ткани, ни фасона, ничего нет. Может, у тебя здесь полазим чего-нибудь? Поищем ненужное. И так все приходят. И вот этими ручками сажусь, и сам строчу, и сам клею, и паяю, и пую. Все, что Заза относила, донашивают начинающие травести артистки. У нее целая армия последовательниц. Клеят нижние ресницы, как Заза, делают объемные парики, как Заза. Ей даже собственное травести-шоу подражает. В 2000 году Наполи собрала своих райских птичек. Гертруда – стройная, мускулистая, а-ля Мадонна. Алладора Беранджи – нежная, хрупкая, под стать Шерон Стоун. Сильвана Бомбанини – крепкая обольстительница в образе Мансерат Кабалье. Эта честная компания ей как семья. И все же Владимир Казанцев застрял в одиночестве. Когда ты работаешь, полностью отдаешься работе, неважно, сам отвечаешь, что уже за Зинаполи, в мастерской, в которой шьются костюмы для звезд. На личную жизнь вообще времени не остается, ты про нее не думаешь. Мне как-то хватает друзей. Поклонников. И поэтому вся эта сексуальная энергия сублимируется в рабочую. Не, мне проще быть одной. Никому не привязано. Сегодня с одним филиртуешь, завтра с другим, другому глазки строишь. Пусть завтра третьему. Каждому обещаешь буги-вуги до утра, ночь африканских страстей. Каждому. Понимаете, а то был бы кто-то рядом. Раз и в глаз. Первую грудь мне вообще прокусили. Потому что все же хотят потрогать, поцеловать, укусить, открутить соски, как будто это шайба на гайке. После того, как стал наносить силикон, вообще не представляю, как женщины бедные, вот у кого комплексы маленькой груди, как они бедные вставляют. Такая тяжесть как силикона. Это кошмар. Девочки, никакого силикона. Утром встали, умылись, подошли к зеркалу, мокрыми ручками, по маленькой сисечке. Я водичкой вас... Круговыми движениями. И читаем стих. Я водичкой вас умою, одеялком вас укрою. Поскорее вы растите, мои маленькие тити. И начнут расти, как на дрожжах. Вообще женщинам повезло, что они женщины. Потому что у них больше возможностей, проживать праздную, веселую, счастливую жизнь. Я думаю, все-таки будет, чем вспомнить этот образ. Хотя же есть такая штука, вы знаете, выпадешь из тусовки, из жизни, пропадешь с телеэкрана на полгода, и все. И тут же моментально такой будет, хоть ты семь-пять во лбу, талантище. Тут же люди забывали. То ли летом, то ли ранней весною. Шуры-буры, братья слизь в концернами. Шуры-буры, да, знаки его нами. Шуры-буры. 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 Продолжение следует...